Зима Зима, скоро Новый год, пора украшать все к празднику И мы сегодня научимся делать вот такой объемный веночек из лозы с помощью бутылки и секатора Для этого надо пруд прогнать вокруг бутылки, чтобы он размягчился и проще принимал форму кольца Тогда не будет никаких лишних заломов Начинаем его сворачивать по диаметру, который нам нужен Вот примерно такой Подтянули и делаем как бы узел, оплетая пруд за себя И так он будет держаться без особо хитрого покушения Сейчас у нас получится основа Вот, чуть-чуть ее уравняем, пока пруд мягкий, его можно лепить И обрезаем сразу лишнее Обрезаем под уголок, чтобы все было ровно Дальше берем следующий пруд И точно так все прогоняем Можно начинать с комля, можно начинать с вершинки С вершинки удобнее, когда пруд особо толстый Прогнали, снова с вершинки И теперь мы здесь, на этой основе, фиксируем В любой точке Там, где есть крутие, вот так вот Между ними Продеваем и начинаем вырисовывать своего рода три угла Облетаем оба основы Если получаются какие-то небольшие золы, это не страшно Потому что мы сгибаем под острым углом У нас получается вот такой треугольник Мы его можем подправлять И дальше пойдем этот треугольник наращивать Убирая углы Просто за счет того, что труп проходит по ним И так у нас получится объем Аккуратно фиксируем тут, внутри Поправляем И обрезаем концы Чтобы концы не сбежали Просто заправляем их под плетение Он будет упираться в прут И никуда не сбежит Снова берем прутик И прогоняем по основе Подставляем с кончика В любую точку, где нам удобнее Вот так слой сплетения продеваем И продолжаем наращивать В ту же сторону В том же направлении Так у нашего кольца получается более объемная основа Снова подрезаем концы И заправляем их с упором на прут Обрезали Уперли куда-нибудь в основу Вот так Обрезали с этой стороны кончик И он упирается на предыдущий прут Дальше Следующим прутом Мы пойдем заклести в другую сторону В другом направлении Чтобы было больше воздуха Если здесь мы загибали изнутри наружу То теперь нам надо загибать снаружи внутрь Продеваем сплетение И начинаем набирать Снова на основу И теперь оно будет ложиться такими крестиками Из-за чего венок будет объемнее и рельефнее И вот мы загибаем уже снаружи Внутрь Постепенно будет вырисовываться Такой спиралевидный рисунок Как на корзине на ручке Доплели Обрезали И проследили Чтобы было куда упереть прут Также поступаем со следующими прутами Мы будем дальше их проминать И набирать на основу У нас тут будет Два направления Он небольшой Ему этого будет достаточно Чтобы был объем И можно укладывать прутья С небольшим расстоянием между витками Тогда он будет жестче И рисунок будет более ярко выражен Дальше мы просто набираем прутом Кольца Чтобы сокращать расстояние Вот здесь маленькое Вот здесь большое Значит здесь мы будем заполнять Также маленькое и большое Заполняем в этом пространстве Когда прут слишком истончается Его можно уже заправлять Обрезали В удобном для нас месте И вот так продеваем вплетение В места где удобнее закрепить Вот так вот подправили И он уперся в прут Не пренапрягайте разминанием о бутылку Потому что видите вот Сразу дал сбой Прут там где он слабее И в плетение это был бы угол И это был бы угол Этот прут не годится Далее следующий Именно на бутылке можно заметить Где будут изломы И это сразу исправить Чтобы это не вылезло в плетение Подставлять можно как комлем Так и вершинкой И желательно делать так Чтобы не было слишком много соединений В одном месте Поэтому еще место где Нет подстановок И подставляем именно туда Здесь не по правилам Классического плетения Просто подставляем Где нам удобно Чтобы он фиксировался Подставили И продолжаем плетение Продевать можно как вот так Так и самой петелькой Главное чтобы этой петельки Не был слишком маленький радиус Иначе будут заломы Если где-то у нас идет расцлоение Это не страшно Потому что он сейчас лежит здесь Сбоку И этого не будет видно сверху Вот Совершенно Незаметно Вот здесь мы это Доведем до конца Аккуратно укладываем Он у нас не ложится Потому что слишком утолшился Мне страшно Мы его просто обрыжем Он сам упрется Десчет того что бьется И у нас остался Последний пруд из 7 Завершаем Немного Подставляем Кончиком Можно подставлять В точках соединения Под предыдущие комли Его можно просто отодвинуть И им же зафиксировать пруд Вот так Заполняем оставшиеся пространства Там где считаем нужно Обрезаем Немного поправляем форму Чтобы он был более круглым И вот наш рождественский венок Готов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok